добрый день мы едем подавать заявление на поступление вот дариночка волнуешься доча ой не ври волнуешься василий владимир за старшего дома до детей покорми все мы едем и также еще снимаю на новенький телефон 8 минут назад прошли мы еле завелись ничего ничего даринусь все равно мы тебя заставим поступать мы на другой машине поедем проснула и солнце моя саша встала ну хорошо хорошо умница все пересаживаемся мы то у меня такие красивые девочки кто такие красивые славные все поехали мы на папкиной машине мы заехали в гроботке на самом деле ехать одна 45 минут но не быстро потому что трасса перекрушена все равно это мы где-то по окраине едем это не центр мы заехали не с основного надо посмотреть большого работа это же город даже военные военная воинская часть Типа, как трактор у нас служит. Наверное, партнер как-то слабеется. У меня почему-то немножко напоминает танчицик что-то, типа, пачется у этих. Ну да, по крайней мере. 900 метров ехать. В общем, машин везде очень много. Очень. Вот он, Кропоткинский техникум. Готовы? Да. Ну хорошо, пойдем. Может, не тут вход, но мы найдем. Короче, нам сказали сюда ехать. Ну а что, правильно? Я же не читала все подряд. Я только посмотрела, какие документы нужны на поступление. На этом все. Тут, наверное, несколько корпусов. Поэтому нам сказали приехать, подавать заявление сюда. Вот только где идти, куда идти? Так и красиво. Ну? Я думаю, вот это будет второе. Я думаю, у них, наверное, несколько корпусов. Потому что там, ну на самом деле, там было бы удобно учиться. Там общежитие прям сразу, рядышком. Ну, мы сейчас все расспросим. А тут вот, ну тут, может, и тут где-то общежитие есть. А тут прям центр вообще бы хорошо. Ходила бы гулять, прикинь как. Нету машин. Нету машин. И магазинов много. Да. Вон, даже пять звезд одежда есть. Знаешь, что где-то уже успела тут KFU видать. Мы зашли в кафе. Название. Название только не помню. Кафе Моментал. А, Моментал. Смотрите, тут игровая есть. Софийка уже убежала играть. Сейчас мы выберем. Просто у нас время есть еще. Сказали подождать немножко. Угу. Нравится тебе? Блин, Ашта, нам надо тоже собрать. Ну, надо заехать сегодня, забрать. Да, 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 да. Вау! Так. Выбираем поесть. Дарин, тебе понравился городок? Угу. Я еще говорю, можно в Услабинск подать. Там есть общежитие в Некрасовской. Ну, там ездить неудобно, да? Какой там рейсовый ходит? Я не знаю, мой. Я знаю, что в основном никто никуда не заселяется. В общежитии? Да. Никуда там практически не живет. А-а-а, значит, плохое. Мы тоже мимо общежития ехали. И я специально посмотрела, нету ни одного кондиционера. Ну, а тоже можно открывать. А-а-а, ну. Да. Кто выживет, наверное, называется. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. А у нас в Владожской, если подадим, у нас тоже, по-моему, общежитие есть. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А чем ей не дадут там вообще? Не дадут? Да. А она же там прописана. О-о-о, нам еду приготовили. Напротив колледжа вот такое кафе. Мы не пошли в KFC. Ну, что-то курица какая-то как-то. Салатик. Взяли пиццу и курицу. В общем, это, Дарин, ты заказывала. Это что? С Настей мы заказывали. А-а-а. Это охудобная, дыри сердечко курице. Да, я кофе всегда заказывала. Всегда кофе. Софи, ты будешь кушать? Не, влечительно. Вот это будешь? Да. Ага. Все, кто с нами кушает, приятного аппетита. Спасибо. Кому-то там жалуешься. Муж своего. Ха-ха-ха. Не, реально, пицца невкусная, курица пережаренная. Она, понимаешь, она мне говорит, нам типа привозят в такой панировке. Я говорю, при чем тут, как вам привозят, вы же ее жарите. Ну, в смысле привозят в панировке. Ну... Мы, говорит, сами ничего не готовим тут. Вы знаете, это как попугай такой, я и здесь молчать не буду, это про Настю, я пойду все выскажу. Короче, я сказала, говорю, кофе у вас вкусный, фреш вкусный, но еда отвратительная. Я сейчас проходила мимо, смотрела, что люди едят. Они едят гречку. Но это комплексная обеда здесь, потому что есть. Да, я ни одного человека не видела, чтобы они заказывали курицу или пиццу, потому что, видимо, знают, что тут невкусно. А вот комплексная обеда едят. Салат первое. Хотя они тоже не очень. Да. Ну, народу много на самом деле. Подружка уехала. Да, тут девочка играла так хорошо. Все, уехала, подружка. В садик тебе надо, солнце мое. Да? Грустная такая. Пойдем, София. Пойдем. Обувайся. Сама тебе скоро родит. Или подружку, или дружка. Да. Мы едем по Кореновску. Ну, точно как по Услабинску. Мне нравится. Настя говорит, мы, я вам немножко снимала, или как ли там, ну, вроде да, памяти уже нету. Вот Кропоткин, он как Ачинск, как промышленный город. Такой прям, это, ну, прям город-город. Мрачный. Да. А здесь все такое, брудить с уточками. Посмотри, можно погулять. Да. Тут все как станица, вот станица станицей. Мне такое нравится, деревецкое. Угу. Там вот железная дорога, там железная дорога вот так вот. Вот тут ешь, как будто я уезжал. Да. Вот все улицы вот такие. Ну, в центре-то, наверное, все равно есть что-то. Но вот сколько мы едем, все приехали. Ну, симпатично, чисто. Все приехали. Ну, симпатично, чисто, Дарина говорит. Вот мне нравится. Вот, где мы все едем. Вот, Кропоткинёвский политехнический техник. Мне такое нравится. И открытый ворота хотя бы нет, дяденький охранник. Это точно нет. Тут никого нет. В общем, это у нас второе заведение. Вы знаете, ехали мы в Кропоткин. Дарина всю дорогу. Почему так далеко? Почему так далеко? Почему так далеко? Едем, едем, едем. Едем мы в Кореновск. Дарина нам весь мозг, блин, вынесла. Мама, как я туда буду ездить? Пошли, я пройду. А сейчас съемочка прерву. Угу. И я так поняла, что Дарина прям не горит жила. В общем, у нас даже заявление не приняли. Потому что проходной балл, она сказала, 4,2. И тут только штукатур-маляр и продавец. Все. На продавца 4,2 проходной балл? Да. И на штукатуру-маляра 4,2. Они сказали, даже пытаться не стоит. На телефон наступал. Все, да, даже не взяли документы. Ну, она говорит, вы же знаете, что на общих основаниях? Я говорю, ну, конечно, мы знаем. А потому что нету льгот. А к линису? Нет, она все правильно говорит. Мы когда с Алиной поступали, так же были. Она говорит, вот когда вы поступите, тогда вам все плюшки будут. Но поступление на общих основаниях... Ну, мам, ну, я в Красноярске поступала. У меня взяли с меня справку с опеки. Ну, видимо... Закон по всей России такой. Нет, нет, нет. Тут нету. Мы с Алиной поступали, доча. Всегда так было. Нет, вам надо узнать. Это неправильно как-то. Ну, короче, вот. Нам отказали, все. Это и то, что неправильно. А Дарина даже рада. Она так обрадовалась. А, так обрадовалась, что даже не приняли. Все. Настраиваются. Такая довольная. Почему так далеко мы едем? Почему мы так далеко едем? Я не хочу туда. Если не приняли, значит, не надо мне сюда. Да. Едем, Настя, всю дорогу. Мама, вас обманули. Я, может быть, не так выразилась. Не то, что у нас не приняли. Конечно, я могла настоять и подать заявление. Но Дарина сразу сказала, на штукатуру маляра и на продавца я не хочу. Во-первых. Во-вторых, она говорит, мама, это очень далеко. Поэтому мы не стали настаивать. И когда они сказали, что вы просто-напросто не пройдете, не пройдете. Ну и зачем мы будем подавать туда заявление, если ребенок, во-первых, не хочет. Во-вторых, там профессия штукатур-маляр и продавец. Ну, Дарина сразу, нет, нет, я не буду и все. Поэтому настаивать на том, чтобы взяли наше заявление, я просто не стала. Вот так. А Настя говорит, что надо было настоять и подать. Потому что федеральный закон. Мам, ну это правда, правильно, он действует по всей России. Для детей-сирок. Мы по пути решили заехать к Насте, чтобы горку детям сделать. Детали-то все тут. Завтра будем в Слабинске подавать заявление. И в Ладожскую. Ну, что делать. Дарина рада, на самом деле, очень.